Вот стоим сейчас и не можем выбрать усилитель под нашу аудиосистему. Сегодня у нас будет аудиосистема за не знаем еще сколько тысяч рублей. Вот мы собираем, но мы вначале хотели без саба ее сделать, хотели назвать SQ-шная аудиосистема на качество по доступной цене. Дэнчик, я видео снимаю. Наблюдайте, как эксперты сейчас обсуждают, какой выбрать усилитель. Дэнчик, ты за какой пока? За каденс. Дэнчик за каденс. Он все тенёрский. Вот, прозрачный. Убирай тогда этот Рокфорд, я надеюсь, Стив Митт нас не смотрит. Рокфорд мы сегодня не выбираем. Все, короче, каденс. А мостом он будет работать? Да, еще посмотрим. Вот, да. Все, тогда давай записываем. Итак, всем привет. Вы увидели, как мы собираем аудиосистему. Мы сделали постанову специально, чтобы вы думали, что у нас не проплаченный тест. На самом деле нам все производители платят бабло, чтобы товары попали в наш обзор. Я шучу, на самом деле, у нас пока мы не продались. И снимаем, вот сейчас ходили, обсуждали, какую бы мы аудиосистему собрали. Не громкую, вот именно просто аудиосистема в автомобиль, доступная. И качественно играющая. Вот, у нас всегда происходят такие обсуждения. И так мы выбираем, какие компоненты у нас будут. То, что у нас в предыдущем обзоре почти все было Урал, это не имеет никакого отношения к компании Урал. Мы не общаемся с компанией Урал. Причем я пытался с ними общаться. В плане информации я хотел выйти на людей, которые понимают их оборудование, чтобы они нас проконсультировали. Мы сняли качественный обзор всей линейки Урал. Но то ли они не разбираются в том, что они продают, то ли к нам как-то не очень относятся. Мы всех любим, на самом деле. И сегодня у нас аудиосистема, собранная вот такая сборная солянка. У нас все компоненты разных производителей получились. Не специально задумано, это просто так получилось. Итак, начнем мы с головного устройства. Чтобы не мозолить вам глаза больше пионерам, у нас почти всегда мы выбираем пионер. Сегодня у нас Kenwood, который более чем доступен. Это головное устройство с тремя парами межблочных выходов, с настраиваемой подсветкой, с USB, с AUX. То есть все, что необходимо здесь на борту есть. Стоит оно 5680 рублей. Для головного устройства такого уровня очень хорошая цена. И в принципе качество тоже уже проверено. Попродавали мы эти магнитофоны. Жалоб нет, всем требованиям они отвечают. Хороший магнитофон в сегодняшней нашей сборке. Головным устройством является именно он. По усилителю мы очень долго спорили. Выбрали этот усилитель. Скорее всего, потому что он очень красивый снизу. Его можно установить вот таким образом, сделать подсветку. И вы знаете, что во многих очень крутых инсталляциях так делается кастомно. То есть задняя крышка снимается, делается из оргстекла. Здесь оно уже идет такое с завода. Причем вот посмотрите здесь, как все красиво подписано. Здесь указаны названия деталей, схема. Я не знаю, для кого это. Скорее всего, его очень много в ремонт отдавали. Каден за... Отвечать на письма, где что находится. Ремонтером сразу написали. Я шучу, конечно. Это красиво и очень оригинально. Я бы действительно его установил вот так и подсветил. Стоит этот усилитель 12 тысяч. И это очень хорошая цена за такой добротный 4-х канальный, который не просто хорошо выглядит, но еще и очень круто оснащен. Сейчас мы вам это покажем. Начнем с того, что у него есть переключатель 2-4 канала. Соответственно, вы можете задействовать только 2 межблочных входа. То есть, вам не нужно Y-кабели, чтобы подключить его, если вам нужно задействовать 4 канала, а сигнала у вас всего 2. Неплохой кроссовер. У него до 500 Гц как поверху, так и понизу. Возможность подключения высокого уровня входа. То есть, если у вас вообще нет межблочников, у вас нет головного устройства, только штатное, вы его не меняете. Вы можете подключить сюда сигнал с штатных акустических проводов, и он будет уже получать сигнал, необходимый для передачи на динамике, для усиления. И очень интересная фишка. У него Smart Turn-On, это умное включение. Его всего 3 положения. Первое, это обычный, всем привычный ремонт по синему проводу. Второе, Music Sense High Level. Когда у нас здесь появляется вольтаж, ну, то есть, музыка начинает работать, тогда он включается. И третье, это DC Sense. Соответственно, когда вы завели машину, у вас поднялся вольтаж, тогда он включается. При, грубо говоря, в простой, там, при 12,5 вольтах он не работает. При 14 он включается и может усиливать сигнал. Вот такое интересное устройство. Мы подключим к нему акустику и сабвуфер. Акустику мы выбрали Focal. Это настоящая французская акустика, которую собирают в Китае. Но Focal компания с многолетней историей, которая очень следит за качеством. Я уверен, что ее собирают на китайской фабрике, которая вся говорит на французском. Это у нас серия Access. Она вторая по старшинству. У нас идет Аудитор, самая низшая линейка. И вторая Access. Вот мы именно ее сегодня выбрали, как вот такая золотая середина. И доступные динамики, и качественно звучащие. Как альтернативу, я бы предложил Герц 165.5L. Да, они называются, я по-моему. Они стоят чуть дешевле. Но вот сегодня для разнообразия мы выбрали Focal. Стоят они чуть-чуть дороже, чем Герцы 10-400. Но я уверен, что многим людям их звучание понравится больше. Но я думаю, что здесь опять же на любителя. К тому же звучание любых динамиков зависит не только от самих динамиков, но и от места установки, от типа автомобиля, от обшивок салона. Очень много факторов. Диффузор динамика выполнен из двойного, как они утверждают, карбона. Я, если честно, не знаю, хорошо ли это, улучшают ли они это качество звука. На самом деле, вот Focal загадочная для меня компания. У них каждая динамика из какой-нибудь новой херни сделан. Да, там то ли поли-кевлар, там поли-винил. То есть там куча названий. Из бамбука, да, вот эти делают перфоманс. Из какой-то бумаги, там. То есть у них огромное количество разных материалов диффузора, как у любой другой компании. Все прекрасно знают, что изначально всегда динамик, диффузор был изначально бумажным, картонным. Да, это вот самое натуральное звучание. Делают уже что угодно в автомобильке. Вот поэтому на самом деле я больше предпочтение эстраде отдаю, потому что это честно. Это вот бумага, картон, в лучшем случае пропитка. Там есть какая-то там влагоотталкивающая. Динамики ЖСКУшные все делаются из какой-нибудь новой херни. И каждый раз они говорят, что эта новая херня звучит просто. Вот это повлияло на звук в лучшую сторону. Я не хочу спорить здесь с компанией Focal. Я уверен, что компания Focal знала, на что идет, что именно этот материал в этом ценовом сегменте будет самым лучшим. Возможно, там дальше вы платите больше, получаете из бамбука диффузор, и он звучит еще лучше. В общем, что я могу точно сказать про эти динамики, это то, что они не будут бояться влаги с таким диффузором, и то, что они выглядят очень модно. Во многие инсталляции попадут. Здесь есть пуля, этому есть куча объяснений. И на улучшение качества звука, фазокорректор, там, не знаю, как это только они называют, на практике динамики вот этой пули играют выше. И более вот качественный звук на середине, наверхах. Вот, все, что я могу сказать. Обычный для автомобильки магнит, небольшой. Также в комплекте с динамиками идет кроссовер и твитер. То есть, все необходимое для установки передней акустической системы у вас есть. Вы подаете сюда сигнал с усилителя, и отсюда выход, который написан вуфер, выводите на мидбасы, твитер выводите на пищалку. Все, ничего здесь нет, настраивать практически нечего. Единственное, что здесь есть переключатель, ну, аттенюатор называется, твитера. Если он слишком громко играет, вы можете поставить на 0 или даже на минус 3. Обычно ставится в плюс 3. Для чего это делается? Динамики находятся в одной цепи с мидбасами, и, возможно, вы подадите мощности на мидбасы столько, что вам пищалок покажется мало. Если у вас не поканальное подключение, вы убрать с них громкость никак не сможете. Вот для этого придумана эта штучка. Вы можете относительно мидбасов их заглушить, либо сделать громче. Всего три положения есть. Если вы откажетесь от кроссовера, вы, в принципе, можете подключить в этой же аудиосистеме все, подключить пищалки напрямую к усилителю, но тогда у вас уже не хватит каналов для сабвуфера. В этой аудиосистеме мы справимся одним четырехканальником и подключим к нему сабвуфер с помощью мостового подключения. Сабвуфер мы выбрали сегодня проверенный временем. Его долгое время не было на рынке почему-то. Мы их очень много продали в одно время. Потом они исчезли и недавно снова появились. Может, недавно уже какое-то время они продаются. Это Polk Audio 1240. Очень интересный сабвуфер в своем ценовом сегменте. Стоит он 6700 рублей. И для его установки вам понадобится короб. Короб изготавливается дополнительно. Если его заказать у нас, он будет стоить 1500 рублей. Но у нас такая акция. Вот при покупке всей этой аудиосистемы в сборе, чтобы и у вас не было заморочек, и у нас не было заморочек, короб мы вам подарим. Вот такое интересное на сегодня предложение. Скидка 1500 рублей на весь этот комплект в виде короба под этот сабвуфер. Так, остается подобрать проводку и необходимые аксессуары. По железкам мы определились. По кабелю силовому, одна из самых важных вещей в аудиосистеме, мы выбрали сегодня Pride 4 гейдж. Очень нарядный, очень гибкий, простой в установке. Медный кабель с служением. То есть служить будет вечно. Очень удобен в установке. Ничего плохого про него сказать не могу. Стоит он 390 рублей за метр. Для установки вам потребуется 10 метров. Но мы всегда считаем 1 метр в запас. 11 метров. 4290 рублей. А силовой кабель для этого аудиосистемы Pride. В случае, не дай бог, аварии или где-то падения провода на кузов, вам понадобится обесточить силовой кабель. Для этого используется предохранитель. Обязательно устанавливать его не дальше 30-40 сантиметров от плюсовой клеммы аккумулятора. Многие ставят его в багажнике. Так делать нельзя. Если вы ставите его в багажнике возле усилителя, то вы защищаете кабель от усилителя. То есть если сгорит усилитель, у вас сгорит предохранитель, но весь кабель остальной у вас останется под напряжением от штатной батареи автомобиля. При аварии, тем более, вы понимаете, да, что произойдет. Где-то он падает на кузов, предохранитель взрывается, все остальное расстояние у вас все равно остается под напряжением. Поэтому ставьте всегда предохранитель возле плюсовой клеммы. Акустический кабель DAX мы выбрали сегодня. Не просто так выбрали. Он очень удобен в установке. Это, наверное, самый плоский кабель, что я видел в своей жизни. Вот если я его вот так поверну в камеру, он, наверное, вообще исчезнет. Очень удобен в монтаже. Он у нас 2,5 квадрата. Очень качественный. И его вам потребуется на эту аудиосистему 10 метров. Стоит он 210 рублей. На 10 метров 2100 рублей. Акустический кабель. И остаются у нас только межблочники. Межблочники мы выбрали сегодня Stinger. Я не знаю, наверное, из всех проданных межблочников в магазине в этом ценовом диапазоне. Вот этот комплект продавался больше всего. Кабель, хоть и выглядит очень тонким, у него очень неплохой кран. Практически отсутствуют наводки. Если только в автомобиле у вас где-то сильного нету, возбуждение рядом, вы не проложили его с силовым кабелем. От обычных наводок он защищен. И ходят вечно вот эти вот клеммы. Я не знаю, я не видел сломанных. Ты видел хоть раз именно наконечники? На проводах подешевле. Часто вот эти вот штуки, именно наконечники отламываются, обламываются, выходят из строя. Поэтому кабелю проблем нет. Сегодня мы выбрали его. Он не самый дешевый, но я вам очень рекомендую его купить. В принципе, удешевить вы можете аудиосистему за счет более дешевого кабеля. Я не рекомендую экономить на РЦА кабелях никогда. Тёма даже в Хаммер его сейчас поставил. Не на постоянку. На постоянку там стоит Чернов. Гораздо дороже. Этот сейчас с головным устройством Тёма, если вы видели, он выносит на улицу для замеров. И вот именно этот кабель он подключил. Сейчас он стоит в Хаммере. И последний штрих – это клеммы для плюсового и минусового кабеля. Их необходимо обжать, желательно гидравлическим прессом. Но можно, как я говорил в одном из видео, и почему-то эта фраза очень всем понравилась. Бать молотком, сюда вставляете провод, вот сюда бьете молотком, и у вас происходит зажим провода в клемме. Вот, подключайте на плюс, на минус. В багажник вы приводите кабели. У нас сегодня в этой аудиосистеме нам больше дополнительных устройств не нужно. Мы прямо в усилитель подключаем, и всё, он у нас в системе один. Если у вас в системе будет два усилителя и больше, вам необходимо приводить провода в багажник и подключать их к дистрибутору. Он у нас в нашей аудиосистеме сегодня отсутствует за ненадобностью. Но имейте это в виду. Если у вас стоит уже усилитель, вы хотите докупить вот часть этой аудиосистемы, или собираете там и хотите поставить два усилка, вам понадобится ещё дистрибутор. Таким образом, мы собрали аудиосистему, уложились в 50 тысяч рублей. Мы сейчас ещё спорили. Я вот просто помню, когда я начинал заниматься автозвуком, собрать неплохую аудиосистему, просто чтобы сабвуфер, передний динамик и усилитель, магнитофон, тоже было 50 тысяч. Я не знаю, Денчик предположил, что тогда это на более хорошем железе. Но нет, железки тоже были. В общем, я не знаю, кризис, рост курса, но по-прежнему вы можете собрать аудиосистему за 50 тысяч рублей. Это неплохая будет аудиосистема. Конечно, вам потребуются ещё деньги на установку, но вот здесь, в этой аудиосистеме ничего сложного нет. Такую аудиосистему можно установить самостоятельно. Тут нет никаких сложностей там особых в настройке. Там с этим могут помочь на любых форумах. Мы можем в личке помочь. Динамики вы можете установить двери на проставочные кольца деревянные, фанеры или МДФ, не критично. И сабвуфер, короб вы просто ставите в багажник. Тоже никаких особых там инсталляций не нужно. Самое сложное, это будет провести плюсовой провод через кузов. Бывает очень много фейлов. При такой протяжке чуть ли не... Я видел, помнишь, недавно выкладывал из крыла кто-то в крыло вывел на улицу в арку, а потом завёл из арки в дверь через... Рядом с петлями. Ну, это вообще жесть. А прикрепился между блоками, так, из киреней, из киреней. В остальном здесь сложности возникнуть не должно. Эта аудиосистема готова к установке, установить его может любое ателье. И большинство людей, которые вот сталкивались с автозвуком в обычной жизни, там даже не профессионалы, эту аудиосистему подключить смогут. Подписывайтесь на наш канал, если вы вдруг ещё не подписывались. Заказывайте автозвук. Если вы хотите заказать автозвук, то только на loudsound.ru. Это сейчас самый популярный интернет-магазин в России. И мы очень много сил тратим на то, чтобы он был таким. И развиваем автозвук, и вам помогаем. И я надеюсь, что вы, принимая решение о покупке, будете заказывать это у нас. Также я напоминаю, что у нас SPLWARS.ru сайт уже работает. Вы можете размещать ваши аудиосистемы, комментировать чужие, загружать фото. На главной странице внизу новости, которые обновляются каждый день. Этапы соревнований, что произошло новое в мире российского автозвука, мирового автозвука. Очень интересный сайт. Он новый, там много чего ещё не доделано. Мы над этим работаем, доделываем. Но в основном там весь функционал уже работает. Остались там какие-то дизайнерские фишки, такие улучшения визуальные. Вот, над этим работаем. Сайт будет круче в ближайшее время. И самое главное, в ближайшее время мы уже начнём замеры. Я, для тех, кто не знает, изначально почему задумался этот сайт, это первый формат автозвуковых соревнований в мире. Что отличает этот формат от любого другого, изначально, как вот он задумывался, вы сможете сделать замер в любом городе. У авторизованных судей. Авторизованных судей мы сейчас будем выбирать, назначать. Это будут люди недалёкие от мира автозвука. Это будут люди, которые имеют свои достижения в соревнованиях, которых знают. Там и на бас-клубе, и на других ресурсах, которые имеют рекорды. Магазины автозвука, установочные студии. В общем, доверенные люди в каждом городе будут. Вы сможете сделать замер у них, снять на видео и выложить на сайт. Таким образом, вам не нужно будет ждать очередной этап соревнований. Вам не нужно будет никуда ездить. Вы сможете в своём городе сделать замер и участвовать в рейтинге. Рейтинги там уже есть на сайте. Вы можете посмотреть. В них, правда, никого нет, кроме тренажки и бэйхи. Но это тестовые были как бы занесения. Сейчас мы начнём уже принимать замеры, заносить туда людей. Вы сможете фильтровать, кто самый лучший. Там в городе, например, Уфа. Да, там в классе таком-то. Классов у нас будет несколько по аналогии с Дибидрагом, но более простые правила. Основная идея сайта, чтобы не вставить людей в рамки правил, а наоборот, давать людям, показывать наивысший результат в их системе, чтобы у всех были равные шансы. То есть, если у кого-то датчик по центру лучше валит, вешайте датчик по центру. Просто ваш оппонент будет тоже выбирать наилучшие для замера условия. На сайте зарегистрировано уже 2000 человек, и для старта это очень круто. Я ожидал меньшего, и рекламы еще особой не было. Регистрируйтесь, читайте, комментируйте, выставляйте ваши аудиосистемы на обозрение, смотрите чужие. Одной из главных фишек сайта является то, что там работает искусственный интеллект, который понимает, из какого вы города, какое у вас стоит железо, какой у вас автомобиль. И на основании этих параметров он будет вам рекомендовать людей из такого же города, с таким же автомобилем, у которых стоит такое же железо. Соответственно, вы сможете найти автомобили, у которых стоят такие же сабвуферы, как у вас, позадавать им вопросы, встретиться, послушать друг друга. Ну, я думаю, что автозвуку в России будет легче с этим сайтом, как и вам. Все, всем пока, живите громко! Привет! Ну что, нормальный обзор, да? Короче, заказывайте лаутсаунд, и тогда, возможно, скоро будет больше басика. Всем пока! Я уверен, что это было сделано исключительно потому, что они знали, что вот если они сделают этот... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok